В структуре заболеваемости мелкоклеточный рак составляет среди всего рака легкого 15%. По нашим данным, в Республике Беларусь 18%, причем он за последние 20 лет вырос более чем в два раза в нашей стране. Если сравнивать общую пятилетнюю выживаемость пациентов с третьей стадией немелкоклеточного рака легкого с мелкоклеточным раком, то можно заметить, что при немелкоклеточном раке общая пятилетняя выживаемость после комплексного лечения, которое включает хирургический, 25-30%, а при химиолучевом не превышает 15%. В то время как мелкоклеточный рак, общая пятилетняя выживаемость при третьей стадии с применением комплексного лечения не позволяет получить общую пятилетнюю выживаемость более 15%, а при химиолучевом вообще менее 7% этот показатель. Если мы посмотрим на данные Национального института рака США, то увидим очень показательную картину. Общая пятилетняя выживаемость мелкоклеточного рака легкого более чем в два раза хуже, чем при немелкоклеточном раке легкого. Таким образом, цель нашего исследования – разработать критерии выбора наиболее эффективного метода лечения пациентов с 3-й А-Б стадии мелкоклеточного рака в зависимости от прогностической значимости различных опухолевых маркеров. Цели нашего исследования – оценить непосредственный объективный эффект индукционной химиотерапии при мелкоклеточном раке легкого, изучить общую трехлетнюю выживаемость при комплексном и химиолучевом лечении, изучить прогностическую значимость молекулярно-генетических и лабораторных показателей, а также разработать алгоритм лечения мелкоклеточного рака легкого с учетом факторов прогноза. Таким образом, мы включали пациентов с верифицированным мелкоклеточным раком в возрасте до 70 лет, 3-й А-Б стадии. Они должны были быть функционально операбельны. Критерии эффективности – общая трехлетняя выживаемость. Мы верифицировали мелкоклеточный рак распространения опухоли посредством торака, медиастиноскопии, либо сочетанием этих методов. Неодевантная химиотерапия проводилась по схеме топозит-цисплатин 4 курса. Затем выполнялось хирургическое лечение в группе комплексного лечения и лечение завершалось профилактическим облучением головного мозга. В группе химия-лучевого лечения на первом этапе также проводилось 4 курса химиотерапии по той же схеме. Затем проводилась лучевая терапия по расщепленному курсу 1,5-1,5 грея 2 раза в день до суммарной дозы 45 грей. Лечение также завершалось профилактическим облучением головного мозга. Пациенты в группах не различались по распространению околиопроцесса, по возрасту, полу, по статусу ЭКОК. Все эти показатели были сравнимы. Эффект от индукционной терапии мы изучили. И получилось, что 81% пациентов имели либо полную, либо частичную регрессию опухоли. У 15% отмечалась стабилизация. И только лишь у троих пациентов мы отметили прогрессирование на фоне проведения курсов химиотерапии. Если посмотреть на объемы вмешательств после проведенного лечения, то преимущественно выполнялась комбинированная пневмоноктомия, чаще с резекцией перикарда. Также выполнялась лобоктомия, но не так часто. И лишь у троих пациентов мы выполнили пробное вмешательство. Это было связано с инфильтрацией опухолевого рубца без четких границ, переходящим на трахею и крупные сосуды, либо аорту, либо верхнюю полую вену. Подчеркиваю, в конгломерате без четких границ. Мы также разработали метод трансплевральной через медицинальной двусторонной лимфодисекции, который был применен у шести пациентов, у двух справа и четырех слева. Осложнение, которое мы наблюдали после наших операций. Наиболее частым осложнением было нарушение сердечного ритма, который был восстановлен. Также наблюдался у одного пациента бронхиальный свищ, у одного пациента МПМ от левры и у одного послеоперационная пневмония. Мы изучили прогностические факторы, в основном лабораторные и молекулярно-генетические. Трехлетняя выживаемость в зависимости от вида лечения. Общая трехлетняя выживаемость после выполнения комплексного лечения с применением хирургического составила 37%, в то время как после химия лучевого лишь 9%. Если посмотреть на прогностические маркеры, то изучив их, мы отметили по регрессионному анализу кокса, что только два фактора сыграло роль. Это лактат до гидрогеназа свыше 315 единиц в литре и мутация ИГФ. При сочетании этих факторов у пациентов был неблагоприятный прогноз. Если же у пациентов был благоприятный прогноз, то, как мы видим, комплексное лечение у пациентов, получивших комплексное лечение, общая трехлетняя выживаемость составила 40%, а при химио-лучевом 26%. Тенденция к увеличению выживаемости у пациентов, которые получили комплексное лечение. И, соответственно, поэтому в нашем алгоритме при благоприятном прогнозе мы выбираем комплексное лечение. Если же прогноз был неблагоприятным, различия выживаемости не наблюдалось, и таким пациентам мы, естественно, предлагаем только химио-лучевое лечение. Благодарю за внимание, отвечу на ваши вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...